Вот уже несколько недель Константин просматривает объявление о сдаче жилья. Время идет, но ситуация не меняется. Выбора как не было, так и нет. Причем найти квартиру не получается не только в центре города. Вариантов не хватает и на окраине. С проблемой столкнулся, не для себя еще, но есть необходимость найти квартиру, причем довольно срочно. Была информация о том, что стало достаточно много сейчас жилья, которые построили новостройки. Причем очень много построили именно таких квартир небольших, то есть там, человеников так называемых. И думала, что там-то точно есть свободное жилье, но на самом деле его сейчас нет. По словам специалистов, причин такого жилищного дефицита несколько. И в первую очередь проблема в сезоне. К началу нового учебного года в краевую столицу приехало много студентов. Пик спроса приходится на конец августа, когда родители задумываются о том, где будут жить их дети. А в этот период и цены немножечко корректируются, да, кто дороже пытается сдать подороже. Вот, а дальше идет совершенно спокойный отток спроса. Когда дети заселены, можно спокойно дальше заниматься поиском жилья, которое бы, ну, скажем так, устраивало вот обыкновенную молодую семью, которая ищет сегодня квартиру, потому что решили жить самостоятельно. Однако проблема не только в выборе жилья, но и в цене. В последнее время заметно выросла стоимость аренды. И на это есть свои причины. Все-таки идет у нас удорожание, удорожание и коммунальных какой-то степени платежей, и продуктов, и всего. И, конечно, собственники жилья говорят, ну, все подорожало, почему мы цену не поднимем. А второй сегмент довольно интересный, связан с тем, что на рынке стали появляться все больше и больше квартир, готовых к проживанию как в виде апартаментов. Специалисты прогнозируют, что уже через месяц ситуация нормализуется. А чтобы избежать такой проблемы с поиском жилья в будущем, советуют начинать искать место для проживания заранее. Лучше за полгода. Тогда найти себе уютное гнездышко в желаемом районе и по доступной цене будет значительно легче. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком.